Казанский храм на Химаше также отметил престольный праздник. Жилой район Екатеринбурга появился на берегу Нижнеесецкого пруда еще в конце 18 века. А в начале 19 столетия там была заложена церковь Казанской иконы Божьей Матери. В 70-е годы храм был взорван, но в наши дни воссоздан на своем историческом месте. О торжестве и новой выставке в честь новомучеников наш следующий сюжет. Этот храм был заложен более 20 лет назад на том самом месте, где стояла старинная церковь постройки 19 века. Тот храм посещали императоры Александр I и Александр II, но 200-летняя история Дома Божия прервалась в 1974 году. Но как в 16 веке на пепелище в Казани была обретена казанская икона, так и в Екатеринбурге в 21 веке на месте разрушенного храма выстроили новый. Будем, дорогие мои, с благоговением относиться к тому, что милосердный Господь оставляет нам с вами, верующим христианам 21 века, хранить то, что, казалось бы, в 20 веке мы должны были безвозвратно потерять. С июня 2011 года богослужения в этом храме совершаются регулярно. В праздник, несмотря на будний день, здесь собралось множество народа. Торжество продолжилось и у стен церкви. На ярмарке можно было приобрести выпечку, а также изделия ручной работы. Мы помолились за божественную литургию, прошли крестным ходом вокруг храма, поблагодарили Господа Бога за святое причастие, а затем устроили праздничный концерт на улице, ярмарку, полевую кухню. А на цокольном этаже храма открылась выставка, посвященная новомучникам и исповедникам церкви русской. Работали мы над этой выставкой довольно-таки продолжительное время, собирали материалы по крупицам буквально. И вот я назову сейчас имена этих священномучеников. Это, во-первых, владыка Евсей Верождественский. Служил в нашем храме и даже проживал какое-то время. Также среди угодников Божьих священномученик Константин Алексеев, священномученик Алексей Сабуров и последний настоятель храма, священник Борис Чичулин. Об отце Борисе Чичулине мы узнали из воспоминаний его дочери, Калерии Борисовны. Она пишет очень тепло о своем отце, конечно, она его очень любила. Она пишет о том, каким он был образованным человеком, как он старался быть хорошим пастырем. Поэтому удалось. Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы во всех приходах, в которых служили новомученики, прославленные в лике святых, были какие-то выставки. Все лето двери приходского музея открыты. Здесь проводят экскурсии для ребят района Химаш. Музей можно посетить как индивидуально, так и в составе группы. Подробности в группе храма в социальной сети ВКонтакте.